Вот такое отношение, что народ ничего не воспримет и не пойдет только от того, что они сами ничего не воспринимают, эти люди, и не восприняли. Ни их никто не воспринял от купели, ни они сами эту купель не хотели истинную. И даже простое дело уже, говорим о погружении троекратном в Прекрещение, и даже это не исполняется. Это не говорит как раз об этих немощах. Ну а теперь дальше вопрос стоит, как быть и что делать людям в этой ситуации. Конечно, хорошо было бы себя проявить и где-то священнику показать знания священного писания, по блаженному феофилакту, все, чтобы с толкованием. Ну вот мы читаем с мамой блаженному феофилакту, а там идет толкование о первосвященниках, то есть епископах. Идет толкование о священниках и о всех учителях церкви. И говорится о том, что вот это вот они и есть те, которые продают в храме валов, овец и голубей. А что они продают? Учительское слово они берут из уст, вырывают человека, который может учить, и передают его, влагают теперь в уста злые, которые или прячут слово, не говорят никому евангельское, или вообще злонамеренно искажают все. Это на толкование, вторая глава Иоанна, на изгнание Христом из храма торгующих. Еще раз к этому стиху, все-таки здесь ключевое слово осуждающий, чужого раба. Во-первых, чужой раб, то есть раб, мы все рабы Божие. И, конечно, осуждать человека, а что значит осуждать еще нужно разобраться? То есть осуждать, значит выносить приговор, что вечная погибель ему, и что он не спасется. Вот это будет уже осуждение. Но это осуждение нужно отличать от обличения. Если ты его обличаешь, да еще по Слову Божию, естественно, тогда ты заботишься о его спасении, а ты не выносишь никакого приговора, и не осуждаешь его. Ты его обличаешь, тогда это ко спасению. А чужого раба, ты как можешь осуждать, он раб Божий. Только Господь его может осудить на жизни или на смерти. Ну и еще здесь истолкование, вот главная мысль о том, что отчаиваться никак нельзя. Если согрешает человек, то, естественно, дело сатанинское отчаиваться только, когда согрешил и нет покаяния. И главное, вот для меня всегда главная молитва это, Господи, не дай мне умереть без покаяния, чтобы уйти из этой жизни с покаянием, чтобы осознать, и было время для осознания и покаяния отдельно. Продолжение следует... Вы, Иван Тихонов, ведущий, ты кто? Сергей Иванович. Ты должен сидеть здесь, перевез через него или как? Тебя не видать за ним. А его где не видят? Ну, мы подведем, все видны на бойкану. Кто-то поднимает... Лядом садитесь, так что вы даже... Я пошел тогда иду. Вот и сейчас... Я большой, иду куда-то, чтобы никого не мешать. Никого не мешать. Никого не мешать. Вот, смотри. Что, перекрыл, никого не видно. Как мы должны брата своего обличать? Вот мы на прошлом занятии поднимали вопрос. У нас сестра сказала, что со смирением, кротостью, с нежностью. И как мы должны брата обличать, если мы видим, что... Ну, явно, что по Писанию видим, что он согрешает. Ну, как мы должны его обличать? Там написано. Так, сначала, кто хочет ответить? Я хочу. Любой. Поднимай руку и выступай. Вопрос очень серьезный. Ну, по Писанию. Во-первых, наедине. Первая ступенька. Что вы все... Но мы часто нарушаем. Вы увидели, нам сразу, при всех нужно... Писание говорит сначала наедине. А Писание попали, откуда скажешь? Сама наедине. Покажи, подтверди местами Писания. Можно сразу. Игорь, сейчас пускай подтвердится. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Против тебя. Против тебя. Не забывай. Против тебя. Ага, потому что не такой задала. Может, против церкви, против государства. Нет, я говорю конкретно против меня, допустим. Тогда там просто... Брат против брата. Отвечайте. Извини, что я вмешиваюсь здесь. Павел говорит, обречай пред всеми, чтобы и прочие имели страх. Это же наедине и перед всеми. Это большая разница. И при том, ты обязан не шептать, но перед всеми объявить это дело. А когда? А впереди, говорится, когда пройдены две ступени. Один не понял, двух, трех. Не понял всему собранию. Это означает всему свету. Давайте тогда уточним. Эти ступени обязательны или не обязательны? В каких случаях обязательны эти ступени, а в каких не обязательны? Сразу перед всеми. В каких случаях? Толкование, посмотри. Когда против церкви, тогда перед всеми. А когда против тебя, тогда наедине. А потом вдвоем или троем. А потом уже всей церкви. Когда конкретно против меня кто-то имеет, значит, он ко мне может подойти, или я к нему могу подойти и вместе с ним решить вопрос. Не решили, тогда пригласить еще. Если не решили, тогда все его примут. У нас сегодня на слуху невзора, потому что я раскачал этот вопрос. Он перед всем миром выставляет ролики. Страшно поносные. Я теперь что, должен у него добиваться приема и наедине его обличать? А я выставляю такие же ролики, рядом под названием, его идет. И дальше по каждому пункту. Я перед всем миром говорю, что вы не правы. Вы не правы, во-первых, против Писания. У него последователей никогда не будет ни одного. Нигде. Даже самое отъявленное. Они трутся друг от друга. Здесь-то речь, если даже и к вам обращено это, то речь-то не идет конкретно о вашей персоне, поскольку вы говорите о Слове Божьем. Поэтому против Слова Божьего это обращено. Так, еще второй подтекст. Именно сестра и брат, может быть, этот вопрос вроде как... Ну я изначально задала вопрос, что значит, если брат с братом или брат с сестрой, то есть конкретно... Есть ли разница между братом и братом, и братом и сестрой в обличениях? Или никакой разницы? Нет, мы христиане перед Богом. У христиани нет ни мужеского пола, ни женского. Нет. Как же апостол Павел говорит, жене учить-то не позволяй. Жене это безмолвие, ибо Ева согрешила. Прежде. Вот представь, женщина подносит ребенка, а он и ревет. Ревет, и у него вырвается и бьет по чаши. И из чаши сплеснулась. Ну вообрази себе. Священник, я, говорит, страшно разгневался на нее. Разгневался, не знаю как. И женщина-то, и ну что, сама подошла прищищать, рот не раздавать. Я как ложкой дал ей пол, будто, говорит, раздень рот. И она раздянула, тогда я ее прищастил. А она пила, она должна его обличать или нет? Нет, нет, конечно. Но этот священник-то не кто-то, а он кроштадский. И он, да ладно, он такой, что ничего не боится. Он не думал, какой авторитет завтра будет. Он все прямо открыто, он все писал. Ну я помолился. Все, я помолился, и Бог меня просил. Ну могла ли женщина подойти обличать его? Надо размерять, что позволено, говорит, Зевсу, не позволено валу, быку. У греков была такая поговорка. Против меня сейчас выступил, допустим, где-то, ну человек такой большой где-то. Сделал замечание там. И надо сразу измерить, проглощу ли я это, не подавлюсь ли. Измерил Степанова, пожалуйста. Вот послание апостола Павла к Галатам, шестая глава. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, если вот между... Вы, духовные, исправляйте таковых в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите примена друг к другу, и таким образом исполните закон Христов. Есть вопрос, чтобы быть искушенным. Чем? Я, можно сказать, почти не слышал ответа правильного. Вречь об обличении? И чтобы не быть искушенным. Это за рамками видимого что-то, что ты хотел сказать? Но этим ты и будешь, ты же сам обличаешь. А написано, проповедует другим самому, не остаться недостойным. Это и есть искушение, это в этом языке. Как говорят, когда человек идет к окрещению, крестится, и у него такая эйфория, такое состояние. И всегда говорят, святые тоже говорили, что Господь дает после крещения благодатные дни веры христианской заранее. А потом наступают настоящие дни испытаний и искушения. И многие из нас это вот сейчас понимают. После десятка лет, может быть, и больше жизни верующими людьми. А вот как ты думаешь, сколько уже лет здесь, епископ Максим, он ни разу на меня в печати не наехал. С 2002 года он. Так это не мало. И он ни разу на меня не наехал. Предыдущий епископ три раза, только я поймал его. И он три раза принес извинения в печати. Три раза. Этот ни разу не наполз на меня. А из подтяжка делал пакости, которых мне никто в жизни не делал. Я вел занятия в университете, он прислал бумагу, чтобы меня оттуда выгнали. Такую мне бяку пытался подсунуть. Но у меня мощные такие отношения с ректором, с проректором, с профессурой. Он ничего не мог сделать, он мгновенно дал обратный ход. Почему он открыто ни разу на меня не выступил? Боится. Не просто так. Мне КГБ звонит уже. А в нем спрашивает. Я отвечаю. Да? Сережа, смотри, там поднимают руку. Я думаю, что он как раз из той когорты, которые вдвое худше становятся тех, которые были. Вот Антоний, предыдущий епископ был. Он такой открытый, он с вами и написал что-то. Потом, ага, вы с ним поговорили, встретились как-то. Ну, видно, человеческие отношения. А здесь уже отношения не человеческие. Здесь отношения на уровне врагов, но врагов насмерть, как между Советским Союзом и Германией. Вот все. Больше они решили, как перешли границу, и решили биться до конца. И шпионов подсылают, и на радиоволнах играют. И через других подставных лиц. Все здесь идет в ход. Все оружие, какое только можно. И это идет, проходит всей конвой с 2002 года и до сегодняшнего дня. Нас отовсюду вышибли, где только мы были. А Антоний как? Он пришел ко мне на адом, признавь, епископ. Поднялся на троий этаж, идет он толстый, бух, бух. Я остановился на площадке. Вот еще пустишь такая паровоз-то. Давай ко мне, переходи жить, я тебя вылечу. Он решил без меня лечиться. Ну и что, умер? Пообедали, Надежда Васильевна пироги спекла. С ним можно было разговаривать. Садись на машину, поехали. Переходи ко мне. Он как старый обрядец. У меня не одного миссионера нет. Вот один храм, вот второй тебе любой храм отдам. С ним можно было разговаривать. Этот благословил первый день на издание симфонии. Я издал книгу на житие. Я не могу передать ему даже. Даже пригласительную потеряю, я не могу передать ему. Значит, как обличать? Я должен теперь адекватно выступить против него? Или как-то, во-первых, мы неравны. У него там где-то что-то схвачено. А что могу делать? Только молиться. И он ничего не может сделать. А кого тут делать? Тут козерка хлопал бы. Нет, не дано. Надежда Васильевна, пожалуйста. Когда мы ходили не только по школам, но в санаторий и в дом-интернат возвещали, то одни, они сказали, находящиеся от отца Максима, то есть от епископа Максима, люди. Вот у владыки Максима просили благословения. Кто вас благословил? Я говорю, у нас священники благословили. И митрополит Виталий благословил возвещать. Так это совсем другие. А вы у нашего просили? Я говорю, нет. А что нужно для этого сделать? Вот сходите, спросите. Он разрешит, тогда придете и будете возвещать. Я пошла к нему, записалась на прием. Он говорит, ну сейчас он на покое, пока он отдохнет и тогда выйдет к вам. А ваша фамилия как? Вот я сижу, думаю, скажу сейчас Лапкина. Девичья. Это точно. Да вы ему девичья сейчас назову. Нет, вы скажите, какое по мужу фамилия ваша. Она, видимо, знала меня уже. Я говорю, ну Лапкина, Надежда Васильевна. Она записала, пошла, что-то сказала, потом приходит. Немного прошло времени. Она говорит, простите, а он уехал, его вызвали. Я говорю, вот так. Два часа прождала и бесполезно. Ладно, посчитай дальше. Пятый стих. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Толкование. Одни изнуряли себя неедением или воздерживались от свиного мяса в известные дни. А другие всегда принимали пищу и осуждали постившихся. Об этих говорит, что один судит, а другой иначе, тогда как дело здесь безразличное. Поэтому не должно нападать на братья из-за этого. В этом снисходит укоряемым. Потому что они были еще новой в вере. Когда речь идет о догматах, мы не должны поступать по удостоверению собственного ума. Но должны твердо содержать то, что получили. Хотя бы ангел с неба стал благовествовать нам иное. А здесь речь идет о яствах и постах и тому подобное. И притыкающиеся об этой еще новой вере нуждаются в снисхождении. А потому надлежало сделать им некоторое послабление относительно жизни, устроенной по сей точности. Вот такое толкование. То есть, когда речь идет о догматах, тут мы должны быть тверды и по удостоверению собственного ума не поступать. А когда речь идет о немощных вере, которые считают, что о яствах речь идет, здесь поступай по удостоверению своего ума. Для того, чтобы знать, когда речь идет о догматах, нужно знать, что есть догматы. А то и по посту же тоже догмат, или это не догмат. А мощь, но и три перста, только догмат это не догмат, братья. А то, что сейчас причастие или звуки, рука поднялась. Тише. Вчера я посмотрел ролик такой, беседует не кто-то, а знакомый нам американский Виктор Скоротовский, священник православный и баптистский пастор. Вот так называется он там какой-то, Юрий, что. И вот он говорит, Юрий, говорит первый Виктор, сначала тот баптист сказал, что православие мечом насаждалось, загоняли, а тот говорит, нет, не так. И дальше рассказывает историю князя Владимира, как он был, ну конечно политический момент, он небольшой город захватил, крепость, а цари молодые были, испугались. Он говорит, отдайте свою родную сестру красавицу за меня, я отступлю. Они говорят, отдадим, только уйди, ну как отдать за тебя, ты изыщик, значит, прими крещение, а не условия. А он этот ход как раз и сделал для этого, они даже не поняли. И он ослеп совершенно, а теперь, когда искупили, вышел, прозрел. Баптисту возражать нечего. А этот дальше продолжает. Баптисту возражать нечего, потому что он, видите, ничего по слову Божии нет, и возражать-то не на что-то. Я баптисту-то прекрасно понимаю. Я баптист, я там сижу как бы. Они дальше начинают говорить. И вот когда приехали тут в Киевскую Русь, привезли святая, и вот уже говорит, святая Русь. Я думаю, ой, Виктор, куда я иду, что ты? Баптист открывает Библию и говорит, ну написано, что... Ну я понял, что это иконы не идолы. Это образ, это окно в небо, как вы говорите, все. Но Господь же не сказал, через это окно, через иконы, мы должны с перекладными до Бога добираться теперь. Ну написано, вот открывает место Писания. Все замолкнуло. А тот священник начал говорить, вообще, пошел в храм, и такая благодать на меня, как будто две ванны теплой воды опрокинули. Поплыл бы мой. Все, этого не остановишь. Баптист тоже не знает, почему, потому что они стали за ним след идти. Правильно Виктор сказал, главное, я нашел церковь, полнота. Почему я от баптистов ушел? Я был баптистом 12 лет назад, а потом теперь кончил семинарию, там дьяхонские курсы, сидит под рясники. Виктор, он прекрасно выглядит, во как. Ну, главное то, что нет там священства. Баптист их увлек за собой, они легко поддались и все поплыли. Я никогда так беседы не разрешал вести. Вопрос поставлен, давайте разговаривать о священстве. Они не церковь. Он это сказал, а теперь пошли об иконах, дальше пошли еще дальше, и дальше они уже забыли, где начинали это. Не надо выпускать. А вот здесь, в баптист лежу, уже прямо потеет, лысый такой сидит, жар у него поднимается, прям видно. Отвечает, неправильно. Я много смотрю, правильно отвечает Олег Стеняев. У него Библия, он уткнется в нее, кто ли плохо видит, и считает, цитирует, все замерло. Ну, открой Библию и покажи. И нужно что сказать? В России христианство не было, как положено, принято. Оно было не через уверование. Не было личной встречи с Богом. Государство, да, без меча они убивали. Ну, а что они не убивали-то? Когда стоит на иконах с мечом боя, да, не убивали. Кто не со мной, тот мне не друг. Он не так сказал. Теперь пишут. Он сказал, кто не со мной, тот мне враг. Ну, представь, государство и враг. А он такой крутой был. Там сына убил, брата родного убил. У Соломона было сколько? С семьсот и тысячу. Это, у него с наложницами тысяча была. А у него, кажется, три тысячи было этих жен. Где он захватывал, у него сразу несколько оставались. И он теперь переменил свою жизнь. Переменил-то переменил, но гульбище все эти остались. У него не было встречи со Христом. У него не было рождения свыше. Это надо сказать. И Баптист тут прав. Они не могут, теперь они уже бьются как враги. Зачем? Баптист прав, нужно сказать, да. Тем более не ты виновен, а виновен тот, кто принял неправильно христианство. Были как на небе. Я говорю, а если бы они до этого, когда шли, и зашли, ну, передо в Бизантию, там, мусульмане были, евреи, и было бы апостольская община. Ну, мысленно так, как называется, экстраполяция, перенос во времени. И зашли бы, а там Павел проповедует, говорит, приняли бы это апостольство. Да, конечно, нет. А там были как на небе ризы. Лаган задыхаются, проспорно несут. Ризы шумят, колокола звенят. А были как на небе. Это были язычники, они были на языческом небе в их представлении. Ну, договорите до конца-то. Ни один не говорит. Мне просто нужда встрять, встрять, и в этот ролик мне надо залезть. Распределить по местам, показать, на какой минуте кто говорит правильно. У меня работа на 10 жизней впереди. И мне некогда бухтеть на кого-то там, как вчера у меня один товарищ. 54 минуты. Ворачивал, ворачивал, и так и... Да, Галина? У меня вопрос. Игнатий Тихонович, вот вы сейчас очень много говорили. Скажите, пожалуйста, конкретно, да или нет. Мы должны почитать иконы? Да. Определенная щетка, да. Но как? Вопрос-то, как? У нас самое настоящее идолопоклонство. Без иконы никуда. Вот заходят, иконы нету. До вас и помолиться некуда. Он не может без иконы. Пошел в лес с собой икону на дерево. Как? Нас спасла икона. Это не просто образ изображенный. Это то, за что цепляется уже. Ну смотри, иконы Бог не велел нам делать. Но они оправданы по Писанию, необходимым. А что Бог велел сделать? А вот когда израильтяне шли в пустыни, из-за грехи их Бог наслал змеи ядовитые. Гюрзы, разная там, эфа. И все жалили, люди умирали. Ну можно было сказать, Моисей, простри жезл, махни, и все змеи дохлые в одной куче будут. В житиях святых было такое. Налетели птицы, всех змеев унесли. А ему было сказано, что? Возьми меди, медного, провода, там что угодно. Вылей змея и повеши его. И кто взглянет на него, сразу выздоровеет. Но это повеление Божие. И Господь говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, Евангелие Теяна, так должно быть вознесено Сыну Человечу. Это прообраз Сына Божия. Но если бы они на этом остановились, теперь они прикоснуться к нему надо. А теперь они стали его звать Бог Нехуштан. Нехуштан. И вот когда то повеление Божие стало мерзостью, и тогда Осип пришел и уничтожил его. Так у православных теперь с каждой иконой Нехуштан. Иконы это нет, а у нас чудотворное, у нас мироточивое. Со всего мира едут люди, прикасаются. То есть икона почитания превратилась в ничем не прикрытые на поклонство. Послушайте Осипова, который говорит профессор, и другие учителя сегодняшние. Ну не мое покрово-то. И вот они как слепые люди мыкаются, поцелуют, долбом еще поднет ее икону. Опять поцелуют, долбом ударят. Я говорю, зачем? А ума, да у тебя не было ее, не будет никогда. Как она подошла к архиерею, благословите меня и родствовать. А зачем благословлять? Ты с рождения дура. Тебя благословлять не надо. Вот какое дело. Икона. Икона это образ того, кто на небе. Это показывает на то, что мы верим в реальность небесного. Икона это как бы отображение небесного. Но не случайно, когда Бог давал повеление Израилю на второзаконие. Помни, Израиль, не забывай. Не было показано вам никакого образа. Чтобы вы не сделали, не стали поклоняться Ему. И спрашивает. Вот сейчас бы поставили и сказали. Ну вот икона теперь же 2000 лет. Какая польза была от икон? Нарисовать эту пользу можно на одном листочке. А вреда миллиарды. Все мусульмане от нас отворачиваются из-за икон. Икона, когда это были противник икон, потеряли там и не просто, а половина империи. Все сектанты, все православные, которые, они только на иконы кидаются. Ну поверьте, поверьте их. Потому что это картина, изображение просто. Нет, обязательно идти надо доказывать, целовать. Патриотизм показывать. Мы не можем остановиться. Оно мироточение. И вот мироточение задушило все. Наконец патриархия решает сделать комиссию. В комиссию входит кто? Иоанн Экономцев, Архимандрит. Павла Флоренского, там внук или сын. Там доктор биологических наук. Берут анализ этого мира, который течет. И какой они вывод сделали? Не сам ли черт над нами насмехается? Когда надо спасать людей, а мы черти чем занимаемся? Я уж своими словами выражаю, не мои слова, а Шукшина. Вот какое дело. И они когда обследовали, говорят, и говорят, там потусторонний мир, видимо, нечистая сила над нами смеется через это мироточение. Это патриаршая комиссия, авторитетнейшая. Почему они не сказали, давайте больше икон? Вот мы сейчас к одной приехали, я у нее насчитал, допустим, 530 икон. В одной комнате. И они вот так вот на потолок, как раз вот это, на потолке, вот видишь, какие там есть? Вот так вот иконы, иконы, иконы перерекляют. А кто это? Да не знаю. Из журналов отовсюду все. Теперь, Анна, давай, помоги мне, Анна, молодец. Собрали 130 икон, я поехал и сжег. И все это в ролике выстроено. Не образ уже стерто, выгорело, не подписано. Церковь повеление уничтожать. Они боятся, как прикосуется. Боятся, не правители мира, так не боятся, как иконы. То есть, куда мы заехали? И поэтому, если бы спросили сейчас, что полезнее? Полезнее не иметь иконы. Не иметь. А если они есть, то правильно их поднять повыше и один раз в год дали там подсталовать. Доказательства. Вот и все. Как меня проверял этот митрополит. Я не пью. А если я не пью, считай грех, это еретик. Налили вина в стакан, выпей, докажи, что ты не против вина. Я выпил. Больше не пей, у меня своих пьяниц хватает. Вот и все. Нужны нам доказательства. Мы православные. Православные, что у нас здесь храмовая икона. Подошел, поцеловал. Дует в церковь. Смотри, она идет и идет, и идет. И зайдет свежую. А какой иконе поставить? От нее помощь будет. Не от Бога, не от Божьей Матери. К иконе. Сегодня празднуем день иконы Владимирской. Затры Казанской. Это поклонение. Поклонение иконы. Почитание и поклонение это разные вещи. У православных же этого понятия нет. Да, я почитаю. Но я православный, я и поклоняюсь. Ну а тогда тебя считают и долбоконником. Со всех сторон. Но я нигде в доме не хожу, иконы не целую. И здесь они подняты, не дотянешься. Скамейка, хлюпка, и все равно ты упадешь. Ну я думаю, очень пространный ответ вы удовлетворены. Вполне. Кто-то еще? Да, я хотел. Можно я еще тогда, Игнатий Тихонович? Дело в том, что очень много задают вопросов в интернете. Вот в частности, вот эти как раз сектанты. Они против, категорически против всех икон. И вот вы можете сейчас назвать место Писания, где конкретно говорится, что все-таки иконы были. Были? Я тебе конкретно говорю, пять минут. В первом счете, они берут 20 главу, 4 стих, не делай изображения. Я делаю никакого. Какого? Что на небе? Давай рисуем, что на небе? Облака, солнце, звезды, луна. Больше ничего. А дальше что? Херувим и Сарафима-то на небе. Так, ничего не делать, не делать. 25 глава говорит, сделай Херувимов. Бог не мог забыть, что в 20 главе говорил. Значит, нельзя делать то и нельзя делать, а вот это нужно сделать было. Теперь в храме с Соломоном там львы, быки, на которых стоит медное озеро. И написано, Бог все принял. Но быкам-то не поклонялись, не целовали. Написано, слава Божья наполнила храм. А теперь, когда мы считаем языки Иля, 41 глава, 17 стих, то в храме были изображения, изображения это не окон по-грешески, икона. От пола до потолка. Резные изображения. Внутри и снаружи. Места живого не было. А Христос пришел в этот дом. Это тот, который Христос пришел, не стал умным. И говорит, мой дом, дом и молитвы начнется. Значит, они... А там людей не было. Изображения-то не было, потому что люди до Христа шли в преисподние. А теперь, когда люди, вознесенные Христом, взяты, они на небе по образу небесному, мы рисуем. Все, мои баптисты сели. И мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Им надо описать, вот, даже 3 минуты я уложился. Это очень легко доказывать. 4 местописания. Которое мы не давно, ты ему один раз объясни, а он, а это видало, все, отойди. Он прописан, может быть, в аду давно. Отойди, от начала до Антихриста. Игорь, как правильно? Я еще, как правило, хотел добавить еще, что и вот этих иконопочитателей во все времена вот страшная злоба отличала. Ну, взять вот этот 8 век, когда они захватили и Саврянина, льва, и отрубили ему руку, когда он правой рукой на Пасху пели как раз 7 канон, допивали. И он сам пел на клиросе, и он крест поднял перед ними. Отрубили ему руку вместе с крестом. Иконопочитатели. А он всего-навсего хотел поднять. Я не большое тебе скажу. У православных есть канон. Кажется, 33-й канон Ладикейского собора. Мирянам вход воспрещен, кроме царского достоинства. Так он был в алтаре. Даже еще в алтаре. И православные киллеры напали на него, и он крестом отбивался от них, потому что здесь у него охрана, а охране заходить нельзя. И они в алтарь бросились, православные. И там его убили. Он руку отрубил вместе с крестом. И они смотрели, что это храм, что поется третья песня, Рождество. Для православных вообще ничего не существовало. Потому что это вера превышая всего. Они его убили. И это все в житиях написано. Они этим хвалятся. И я принадлежу, образно сказать, к этой банде, которую убили. Я должен смириться и сказать, да так. И теперь я буду на Невзорова говорить, что он не прав. Да где же совесть-то моя будет? Да нет, конечно. Вот так. Я еще в порядке объявления скажу. Вот на этот вопрос у Геннадия Фаста есть книга, которая называется «Кто она для нас?». И вот я знаю, что у нас, я тут ее не видела, чтобы купить, но Валентина Сортисо мне позвонила в Германию. Я ей советовала, найди вот такую книжечку и вы будете знать, у вас будет основание. Это же священник пишет, выходец из баптистов. И он написал... Нет, это из Минонитов. Минонитов. Да, да, да. Старайся источник говорить. Магистр Богослова. И у него вот такая книжечка, она очень-очень хорошая. И в Германии ее продают. Она вот там купила, вот два дня назад мне позвонила. Говорит, Нина, я купила. В интернете можно заказать ее. Так, Игорь давно поднимает. Посмотри, Сережа. Сережа, посмотри. Я не понял, а к чему? Это ответная у нас. Видит информация. Если хотите, обратите. Кто она для нас? Она это кто? Икона. Икона. Богородица, Божья Матерь. Игорь, посмотри на него. Брат сказал, я себя за точность изложения мыслей. Вот говоря о иконопочитателях, их отличало злоба. Я говорю, я иконопочитатель. Вот сразу, не знаю, вот все сидите, я говорю, я иконопочитатель. Вот. Отвечает ли меня злоба, это уже вам судить. Вот. То есть говоря о точности изложения мысли. Вот. Ну а что касается вообще, о том, что доказывать иконы, идолы или не идолы, баптистам, я из опыта общения с баптистами знаю, что это не принципиальный вопрос. Доказывается очень легко. Вот как ни странно, с кем я из баптистов не общался, вообще доказывается легко. Ну иконы, ну не идолы. Да и ладно, не идолы. В общем, легко. Вначале думает, а вот иконы это идолы или нет. Таким азартом подходят, думает, вот такой принципиальный вопрос. Поговоришь там, ну буквально немножко, минут пять-десять, все. Да, понятно, что нормально. Все. Но как был баптистом, так и остался. Что в Казахстане, что в Барнауле. Вот с кем приходится общаться. Я не знаю. Да, то есть самый главный вопрос, отличающий нас от сектантов, это вопрос о священстве, а не иконах. Поэтому даже на этом не зацикливайтесь. Просто по теме. Там и крест поставят, и икону поставят, а как был баптистом, так и останется. Я даже не знаю, нет, все, про иконы достаточно. Давайте про злобу. Да я не про иконы, про злобу теперь. Это не иконы. Про иконы к теме не относится. Слобу. Серж, ты будь принципиально. Сказал мне, читай дальше. Он имеет право давать слово и отказывать. Шестой стих. Хорошо. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Толкование. Кто, говорит, различает дни, для Господа различает, как благоговение. И кто не различает дней, для Господа не различает, как совершенно уже во Христе и возвысившийся над законными. Попробуй, сержу, читай. Об одном только говорит, спрашиваем, для Христа ли делают это, и благодарят ли Бога едущий и не едущий. Единственный вопрос нужно задавать, ты для чего это делаешь, для Христа или нет? Ибо совершаемое так не подлежит обвинению и оклеветанию. Не подлежит обвинению и оклеветанию, если человек говорит, я для Христа пощусь, или я ем сало тоже для Христа. Может он так скажет, может. Говорит это, как я сказал, потому что римляны еще новые были в вере, но скрытым образом наносит удар и придерживающимся иудейства. Как благодарить тому, кто придерживается еще закона? Следовательно, благодарит только тот, кто ест. А кто не ест? Вопрос. Пожалуйста. Вот написано, для Христа делаю я это. Как вообще для Христа можно делать? Христос нуждается в нашем делании или нет? Нет, конечно. Мы сами в этом нуждаемся. Христос нуждается в наших чувствах. Ради чего мы это делаем или не делаем? Благодарение. Вот и все. И в благодарении нуждается. Не в благодарении. Нуждается? Ну, как, условно говоря, нуждается, конечно. Бог самодостаточен, он ни в чем не нуждается. Но, однако же, заповеди дает, чтобы мы благодарили. Вот, условно говоря, немножко неправильно, но можно быть и так сказать, что... А то, что вот здесь говорится, ест и не лез, хотел отметить, что... Вот вопрос тогда у них были, почему диспуты? Там же были иудеи, которые только отошли от закона и стали христианами. Теперь появились христиане из язычников, которые вообще были чужды закона. В результате вот начинается вот это разногласие. Можно есть, нельзя есть. То есть это с евреями был такой диспут. Сейчас вот, например, уже немножко неактуально в этом плане. Сейчас у нас больше интересуют мусульмане, потому что евреи как-то спокойны. Их там нету такого влияния на общество, именно теоретического, по крайней мере. А мусульмане имеют большое сильное влияние на общество. И вот тут имеет принципиально, ешь ты что-либо или не ешь. Являешься ли ты миссионером перед мусульманином или не являешься. То есть тут уже немножко в другом контексте надо говорить. Я закончил. Да, Игорь. Я хотел более обширно поговорить. Это все как раз о злобе. Это вопрос. Очень интересно. Молодец, что ты выступил. Я бы никогда до этого не дошел. Я тут смотрел документальный фильм, есть такие искатели. И они такие вопросы поднимают совершенно различные. И тут вопрос подняли о Кровавом Воскресении. Уже избитая тема, казалось бы, думаю, ну ладно, посмотрю. Потому что они так копаются в архивах. И они накопали, переписку взяли людей того времени просто. Не стали там этим официальным источником идти. А там сейчас есть такие в Петербурге, в Москве люди, которые любят вот старину вот эту. И причем всю истину вот через других людей простых. И они берут эти письма и читают, и сопоставляют. И говорят, ну вот, смотрите, что было, как... Ну, коммунисты придумали тысячи погибших там, там так далее и тому подобное. Они... Все, точная цифра есть. Список приведен этих людей. 128 человек погибло. Но, они говорят, надо отдать должное, что для того времени 905-го года, при той взрывоопасной состоянии, как внесла русско-японская война, проигрываемая уже, это была катастрофа для царя. И, в конечном итоге, нашли врага, революционеры, четко подправили, там еще японский след оказалось, я вообще об этом даже не думал. И царь был повержен. А теперь Гитлера вспоминаем. Я о злобе говорю тебе. Откуда она берется, эта злоба? Ты не рассматриваешь этот вопрос нисколько. Я не злобный. Да ты только этим ответом уже... Меня знаешь, как поставил? Я сказал. Уже мои ушки, как у зайчика, вот так трепещут и опускаются уже. Вкус охота спрятаться от такого. А я не злобный. Вот я... Подожди дальше. Гитлер, как он делает? Что он делает? Он ничего такого не сделал. Это многие говорили. Там же показывают. Он лежит на боку. Кто видел? Восхождение зла Гитлера. Он лежит там на боку, спит. И мимо проходят евреи. И один раз плачутся и на голодные немецы. Это все евреи. Это они из наших ртов еду вырывают. И он тут же раз подскочил. Да? Это... Это они, да? Это они. А тот... А я думал, ты сам еврей. И это уже до него говорили многие. Оратор выступает. Это вот они вот. И он просто это взял, поднял во главу угла. Откуда злоба-то? Это восхождение зла называется, понимаешь? Восхождение. То есть не сразу он брат такой злобный вышел, у него зубы такие. Потихоньку это, мягкими лапками. Ты видел, как он на стадионе выступает, Гитлер? Игнать Ильич сегодня напоминал. Половина женщин в Германии хотели от него детей. Тебе что-нибудь это говорит? От тебя сколько детей хотят? Ты понимаешь, что это был за человек? Он всех оболванил, всех обманул. И обманул тем, что лежало на поверхности. Простой злобой. Он нашел... Ты понимаешь, чем я веду? Нет? Нет. Врагов нашел он. Врагов. И все, больше ничего. Нужно найти врага и указать на него. И ты герой, ты первый, ты молодец. Вот они виноваты. Они. Я не... Ну я нормальный. Я так... Ну немножко, может... Ну я так-то все равно за прогресс. Я за добро. И он нашел этих врагов. И точно так же, и эти тоже. Они нашли врага. И стали злобными. И они нашли врага. И до чего? Они убили. Почему? Потому что их отец стал. Человек-убийца. И лжец. Это дьявол изначало. И мы к тому же подходим с иконопочитанием, когда мы начинаем искать врагов себе. Нельзя искать врагов. Нужно искать истину. Игнатий Иванович постоянно говорит, я показал Библию. Или Олег Стенаев. Раз, прочел Библию. И сразу сердце радуется. Я сразу на этой стороне уже. Ты покажи Библию. Ты зачем шашкой рубишь его, бедного? Ну ладно, он до этого сделал. Ну ты-то не будь таким. Он там тоже, да, натворил свое дело делал. Но, однако, он-то хоть говорил, для чего это делает? Я думаю, я понял твою мысль, что зло, оно просто ищет повода. Так вылится? Ты имеешь в виду? Зло. Да, ты говоришь, зло в тебе есть во мне. Да, во мне тоже зло. Я просто сказал, что если оно есть, то вы можете сами судить. Да, я это вообще не про тебя говорил. Ты про себя, я вообще не про тебя. Про зло. Я говорил про иконопочитателей тех, но ты же не тот иконопочитатель. Подожди, ты говоришь, иконопочитателей в рейте, вообще, иконопочитателей отличало злоба. Да. Какого времени ты сказал? Ну я сказал же 8 век. Ну 8 века ты имеешь в виду? А какого? Ну не сейчас же. Ну ладно, 187 год, поточнее. Иконопочитатели 787 года. 7-й Вселенский собор. Отличало злоба. Ну те, кто так поступил, да, их отличало из злоба. Ну, а мне показалось так, что вообще иконопочитатели отличало злоба. Если поднял руку, сразу мгновенно Прекращайте разговаривать А ты обстановку держи в руках 7-8 стихи Ибо никто из нас не живет для себя И никто не умирает для себя А живем ли для Господа живем Умираем ли для Господа умираем И потому живем ли Или умираем Всегда Господний Толкованием Мы имеем, говорит Господа, который печется о нас И который почитает жизнь нашу приобретением А смерть нашу потерей Ибо мы живем или умираем Не для себя только самих Но и для Господа Жизнью называют здесь Жизнью вере А смертью От падения от веры Посему Господь отнюдь не попустит Чтобы мы умерли по вере Окажущиеся немощными Отпали от нее От смерти по вере От смерти по вере Переходит к смерти естественной Ибо об этой рассуждает теперь Живем ли, говорит, естественной жизнью Мы Господни Умираем ли мы естественной смертью Господу же принадлежим Вопрос ко всем Вот человек говорит Мы едим ли Для Господа едим Не едим ли Для Господа едим Это на бумаге А вот в действительности Люди же находятся такие Говорят, ну это для Господа дело Ему кто-нибудь верит в этом Ты что о себе думаешь Чего-то ты А ты с Богом А я не с Богом Мне все это Еще раз сказали Восемь человек И сегодня двадцать пять уже Это вы думаете так Что Зачем думать Когда Писание об этом говорит А вам только одно Вот вы сейчас ролики ставите А чтобы увеличить Только количество роликов вам Это я бы сидел Сегодня вот я выставлять Это буду Буду ужимать Потом ставить И сегодня у меня двадцать четыре часа Я буду сидеть Я уже ночью не сплю Всю ночь у меня идет постановка И днем То есть я прикорну Она в это время поставила На час заказчица Ставлена Вот так я когда пленки делал И обвинение в мой адрес Буквально со всех сторон Что бы ни сделал Я говорю Это для Господа делаю Для Господа Вам лишь бы так опиариться Показать себя там Я на фоне книг Вот видите Вы пиарите свои книги Меня уже выставляют Я теперь на фоне этом А вот теперь пиарите Только то Они слышали слово Не знают А что они сделали А у них ничего нету Мы настолько неравны С нашими оппонентами Что нам даже бороться нет Против чего Меня можно хватать За что угодно А ты патриарха не посчитаешь Да действительно Я не раз выступал Шестьдесят вопросов Его разбираем Из шестидесяти вопросов Два с половиной Так ответил правильно Остальные неправильно Так вы на патриарха Да вы еретик Это мне Я должен выдержать это Я выступаю И дальше говорю О старобряд Цехи метрополита Адриана Разбираю шестьдесят вопросов Там всего только Два кажется вопроса Два Так кто спать хочет Выйдите в коридор Туда Туда Сядь туда иди Не привыкайте Сами себя обманывать Что будто ты есть Во сне жизнь прошла Будьте внимательны Если ты сказал Что ты для Господа делаешь У тебя подтверждений Никаких нету Почему Он судит намерения Сердеча Которые Богу подвластны Я должен заранее Приготовиться к этому Церковь Да какая церковь Это блудница На багряном звере На православную церковь И вы к ней относитесь Я могу опровергнуть Нет она не блудница Я не могу этого сделать Потому что дела Ее очень похожи Чаша мерзости Но не о ней Там сказано Я пусть должен голову Сказать так Мы очень близко Подошли к тому Что там делается Не бояться признать Свои ошибки Я принадлежу К той церкви К апостольской Которая совершенно Не похожа на ту Которая была В апостольские времена Вот конкретно Сегодня название Мы православные Но жизнь Бог-то славится Не тем что Я Отца и Сына Святого Духа Признаю Самой жизнью Ежедневной Постами Молитвами Благодияниями Правильное название У баптистов Они ни на что Не претендуют Баптисты То есть крестители Они крестят и все А возьми Адвентисты седьмого дня То есть они не Адвентус означает Пришествие Они не пришествие Христа А седьмой день Субботу Это что Седьмой день Это как раз то Что антихрист восстановит Мы Проповедуем Пришествие Царства и субботы Они даже не понимают Что они этим самым Уже афишируют Что они ждут антихриста Или Мы свидетели Югова Во первых Вы Не знаете Священное описание Библия Это отвергли Которые Югова Нам дал написать И вы Не его лжесвидетели Вы лжесвидетели Не свидетели Самое лживое название Именно свидетели Югова Они не свидетели Не от Югова Там ничего нет Они Абсолютно плотские люди У них на земле Со мной сидели Я говорю Как будет Ну на других планетах Будем Там заселять А сколько будет Жен Сколько будет Будут рождаться Населять Я говорю А как в трамвае Трамвае Ну Выхлопных газов То нет Будут значит Чтобы экология была Ну даже это дети Так не рассуждают Католики Католики Правильное название Вселенская церковь Католическая Кафолическая Вселенская А старобрядцы Тоже правильно Ничего кроме старого обряда Нету Понятия о Боге не имеют Ну научитесь Хотя бы отвечать за себя Ты нигде не бунтуй Тебе лично говорят Почему? Потому что ты Галина А Галина означает Тишина Тишина А я Я отвечаю всю жизнь Своему имену Мое имя означает Неизвестный А второй перевод С латинского Огненный Вот ты Все что делаешь Делай для Господа Я пишу Это ролики Для Господа Тему понимаешь Для Господа Теряю время Для Господа Писал Который сейчас Крутит златоуста Я для Господа делал А людям это Нет А это вы для себя Чтобы вам только пиариться Вам надо себя показать Я не должен опровергать Я не должен Потому что А кто тебя ставил А кто благословил Это Моисею говорили Кто тебя ставил Кто Именно такими словами Прям дословно И где они Они в преисподнюю Шумом сошли С женами, с детьми Надо научиться Переносить несправедливые укоры Когда ты говоришь правильно Наша церковь А вы секта Намертво стой на этом Церковь там Где есть настоящие От апостольских времен Рукоположенное священство Все Мы может быть В этом году У Папы Римского У Нового Боя 28 числа Они видимо избирать будут Нового Папу Если бы допустили Я бы подошел к Папе И благословился Я бы признаю За первосвященника Виктор Иванович Вот Меня смутила Фраза Филакта Болгарского Посему Господь Отнюдь не попустит Чтобы мы Умерли по вере Меня тоже Никого не смущает Больше эта фраза Ну как Разве Мы не видим Падение веры Вокруг нас Уже Приду найду ли веру На земле А мы бы могли сказать Господи Это не одна вера А там конфессии Динониминации Сегодня придумали название Их будет тысячи Но Христова вера Будет ли А какая Христова Та которая была В апостольские времена Где он очередил порядок Какой Епископ Присвятил Дьякаршем Там все было Я нахожусь в такой церкви Так ты спасен будешь В надежде Пока Да буду ли я в районе Не знаю Но я очень хочу там быть Еще раз прочитаю Ну вы взяли Так сказать Общий вселенский масштаб Вселенский масштаб На это положение В нашей церкви А конкретно Каждого человека Если взять эту фразу А фразу Вы правильно поняли Вы подумали над этим Что-то тут фраза Какая-то немножко Непонятная Вот я просто и говорю Что надо Вы поняли Как будто бы Можно умереть Да Да Посему Господь Отнюдь не попустит Чтобы мы умерли по вере Я полагаю Что потерять веру А если потерял веру Значит ты умер Это толкование Умерли по вере Ну если вера есть Что значит умереть по вере Вот Это толкование Значит Игорь Вот какое место Марк Такое есть Говорит Имеет уши слышать И не слышать Глаза имеют видеть И не видят И не обратятся Чтоб я Какой стих Не обратятся Чтоб Как это А как это Меня спрашивают и не обратятся. То есть они не хотят обратиться, чтобы получить... А люди понимают неправильно. И когда говорят, давайте, я, видите, я как сейчас говорю, встанем для молитвы. Почему? Потому что у нас-то шесть люди говорят, вы раньше призывали, встанем на молитву. На молитве разве можно стоять? На молитве у нас под ногами. Я говорю, это Евангелие-то считаешь? Ну да. А Господь говорит, когда стоите на молитве, прощайте друг друга. Господь говорит, это Евангелие, слово на молитве. У нее другой смысл. А у него образование там никудышное. Но ради него я изменил трактовку. Теперь встанем для молитвы. Хотя мы говорили правильно. 14 глава, 7-8 стих. Толкование филакты болгарского. Мы знаем из житей святых. Нифон терял веру на три года, а потом ее обрел снова. Еще раз прочитайте, пожалуйста. Тут пропущен предложение. Давайте полносит толкования сейчас прочитаем еще раз. Мы имеем, говорит Господа, который печется о нас и который почитает жизнь, нашу приобретение, а смерть нашу потерей. А как он почитает нашу смерть, потерей, Господь? Мы его. Наша смерть, потеря, смерть идет духовная или телесная? Ну, грехи мы. Вот если смерть телесная, то мы это потеря для Господа. А если телесная смерть... Это чудо, какая-то позерия для Господа телесная. Для Господа Бога вся вселенная легче пустоты. Ну, что ты... Я вот можно скажу, как я понимаю? Я понимаю, что Господь, как бы... Как написано, что Иисус Христос хвалился Господи, тех, которых Ты мне дал, я сохранил в вере. Тех, которых Ты мне дал. А здесь Он о том, что вы в вере были, и вы умерли. И мне, и Он об этом как бы сожалеет, что у меня теперь меньше стало верующих. Вот я так понимаю для себя. Сережа, громко, прочитай еще раз. Мы имеем, говорит Господа, который печется о нас, и который почитает жизнь нашу приобретением, а смерть нашу потерей. Бог смерть нашу считает потерей. Правильно. Правильно все. Да, я так и... Да, любую смерть. Он теряет нас. Давайте дальше. Здесь пока все понятно. Слава Богу. Ибо мы живем или умираем не для себя, только самих, но и для Господа. Жизнью называет здесь жизнь в вере. Для Бога. А жизнь без веры для Бога, она, понятно, что не нужна. Бог не нуждается в муже грешном. Я его потерял. Сын мой был мертв, я жил. Отошел к свиньям. С безбожниками. Умер. Вернулся к отцу. Был мертв и ожил. Еще непонятно. И нас мертву по преступлениям ожетворил. Ефесянам 2.5. Мертву по преступлению. А смертью наживает от падения от веры, не телесная смерть. Здесь смертью наживем. Живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. То есть умираем от падения от веры, это тоже для Господа. Ну сказано, Адам, в который день вкусишь, смертью умрешь. Но он же не умер. После этого дня, вкушения, запретного плода, он еще жил, плодился и размножался. Но в этот день он сделался мертвый. Из рая Бог выгнал уже мертвеца. Но он для Господа мертвый сделался. Да, для Господа имя. А больше не для кого имя было? Сын мой был мертв. А для кого еще? Для дьявола. Был мой сын, который ушел. А дьявола что-то не знает. Посему Господь отнюдь не попустит, чтобы мы умерли по вере. Да, правильно. А кажущиеся немощными, отпали от нее. Посему Господь не попустит, чтобы мы умерли по вере. Так это только от Господа зависит или от меня зависит? От меня зависит. Вот вопрос-то. От нас. Чтобы мы умерли по вере. Тут слово идет о том, чтобы не отпали от веры. От веры нет. Это самый сложный вопрос, на который не отвечает апостол Павел. И когда его спросили об этом, Златоуст говорит, он не ответил. Он закричал, замолчи, чтобы больше не слышал. Но это не ответ. Яков еще не родился, возлюбил. Исаф еще не родился. В утрове матери Бога говорит, я возненавидел его. Ну справедливо разве это? А он говорит, а ты что споришь с Богом? Скажет ли горшок горшечнику, ты не таким меня сделал? Горшок. И скажет, а что ты говоришь? Так, а вот теперь было бы так. Как Яков каждый день враждовал против Бога, не верил. А Бог его любит и любит. И не было такого. И Яков, я не знал, здесь дом Божий. И как он все для Бога, как он на коленях стоит. А у Исафа ничего не было. Жалюсь на ком хочу. И таких хананек навел в дом, что мать не знала, куда деваться от них. Бог знал его жизнь. А когда бы он знал, тогда бы через 14 лет, через 20, тогда Бог его возненавидел. Так у Бога в одном дне все, вы не понимаете. Он не родился, не сделал. А перед Богом вся картина. У Бога вне времени. У Бога-то да. Но Яков-то и Исаф, они-то могли, так сказать, что-то изменить или нет? Могли. Вот, в том-то и дело, что на каждому воля свободная. Один говорит, знаете, это воля какая? Человек говорит, камень этот свободный или нет? И бросил его. Камень летит свободно-свободно. Но летит туда, куда рука метнула. Свободно-то свободно. Так человеческая судьба говорит. Ты как угодно рассуждай этот вопрос, на который Писание не отвечает. И сразу разговор прекратите. Все. Так Богу угодно. Я даже не знаю. Но Я приложу все силы. Буду держаться за ризу Господню, тащить за волок, но не отпущусь. В этом и более-то и заключается. Галина Ивановна. Свободная. А Давид говорит, враги говорят, нет ему спасения в Боге. И мне говорят, вы в вере православной не спасетесь. Они говорят, а я тем более усердно за Христа спасаюсь. Свободная воля добавляет, сестра добавила. А свобода как раз есть осознанная необходимость. Если ты видишь, что тебе необходимо спастись, значит, должен хвататься за ризу и не отпускать ее. И будет свободная воля проявлена. Я еще хочу сказать. В Библии написано, ничто сеющий, ничто поливающий. Все Бог возвращающий. Как раз вот эту веру нам дает Господь. Это дар Божий. А, конечно, мы уже прилагаем усилия, чтобы этот дар Божий сохранить в истине. Чтобы приблизиться к Богу. Чтобы быть таким же чистым, как наш Господь Иисус Христос. Чтобы наследовать... Так вот при этом усилии Бог не попустит. А если ты не будешь прилагать усилия, то ты Господь и пропустит. Обязательно не будешь делать занятия, и ты не пропустишь. Еще кого-то? Можно запросить на другую тему? Нельзя. На завязку, чтобы запомнили, скажу. Чего больше всего сатана боится? Какого качества в человеке? Смирение. Вот и все. Для себя все время повторяйте. В любом разговоре. А если с тобой иначе разговаривать, то ты не можешь тормознуть. И дальше... О чем дальше толковать-то? Ты язык укороти. Себя... Я встречаюсь каждый день с этим делом-то. Ну, как вот я рассказывал вчера. И у меня тактика сразу меняется. Ни одного слова. А что ты молчишь? А ты что, говорить не можешь? И я и тут стою молчу. Почему? Когда он говорит, я на каждое слово... Во голове у меня ураган мыслей. Я думаю, как ответить. И думаю, отвечу. А его результат будет вот такой. Нет, нельзя. Не подать виду, что у меня мысль там работает. Он дальше новое нападение делает. Обвинения жуткие, страшные. Я думаю, если я отвечу так, это неправда. Он сразу хватится за это. Нет, не надо. Единственное, что могу... Мух, молчать, губы зажать. И зубы. И все промолчал. Я выставлю его, посмотрите. Я Володе, когда второй раз просматриваю, он говорит, а я сижу вот так, Володя, посмотрю, что за истукан перед ним стоит. Ни одного движения, ни глазами, ни мимикой, ничем. Так ты меня слышишь или нет? Слышу. А почему не отвечаешь? Я только на это ответил. А я имею право молчать? Ну да. Дальше я уже не отвечаю. Все. И дальше продолжаю молчать. Я один раз ровно три месяца молчал. Три месяца. Ни одного слова. Ни одного. И все считали, что-то подходит, а другие говорят, да он глухонемой. И вы говорите. То есть испытывай себя. Да когда смирение в смирении, может счастливиться. Я мог, а ты не мог. А ты считай, тогда прах ты ничего не знаешь. Вчера, кажется, читали проповедь такую. Человек, ну ты, наверное, считал вчера. Даже я сделаю хорошо. И начинаю, внутри меня уже волна поднимается. Я сделал хорошо. Хоть не делай доброе дело. Не делаю. Уныние приходит. Куда, говорит, не брось этот колючку и все шипом к мёху. Цветы так сказали. А что, ничего не знаю. Да будет воля твоя. Смиренно это прими. А люди обвинять будут в самой доброй моей намерении. А ты почему детским лагерьем занимаешься? А я говорю, ну дети нет. Не поэтому. А даже такую сумбурщину гонят. И что бы я ни делал, все под сомнение. И все опровергается, все порочится. А тем выше награда. Златовоз говорит. Потому что похвалы никакой нет, одно поношение. А Бог именно за это вознаградит тебя. Надо научиться целовать бьющую руку Господа. И в любом поносителе видеть награду и руку Господа. Почему? Ну, смотрите, когда Давыд уходит, а вышел, Семей сын Гер и помосит, а Овесовая начальник. Позволь мне, царь, я ему голову снесу. Не надо. Бог позволил ему. Может, Бог узрит это и простит какой-нибудь грех. Пусть он поносит. Может, зачтется мне за то, что я молчу. У меня сила есть. Я сейчас же закончу этот спектакль. Не надо. И воины, все за него. Один Давыд сказал. Не надо. Пускай Бог ему это позволил. Что говорит, когда родной сын на меня поднялся. А это кто? И скорее на Вениаминова, тем более. Научиться благодарить за врагов. Девятый стих. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Это говорит, толкование. Это говорит, пусть уверит тебя, что Господь печется об исправлении немощных. Ибо кто пролил кровь и умер, чтобы быть Господом нашим, тот может ли не заботиться о тех, которые сделались его рабами? Это похоже на то, как обыкновенно говорим. Возможно ли, чтобы кто-нибудь не заботился о рабе своем, за которого заплатил так дорого? И если говорит, заботится об умерших, то тем паче о живых. Все это говорится с целью пристыдить иудействующего христианина и убедить его обсудить, как неблагодарно поступает он в отношении к умершему за него Христу, продолжая держаться закона. Ну, поступайте, разъясняйте, а если понятно, считай дальше. Иудействующая тема продолжается. Вот иудействующие христиане были немощные веры, а христиане были из язычников, их с ними вели их диспуты. Вот здесь апостол Павел их разводит по углам и объясняет, что Господь заботится и о живых, и об умерших. И о вас немощных Господь заботится, и при этом хочет этим их пристыдить, что Господь о вас заботится. Ну, я так понял этот текст. Поэтому отстаньте от иудейства и будьте христианами. Вопрос, как это к нам относится, вот этот стих, это уже посложнее. Новоиспеченные устыжали или законники устыжали? Кто кого устыжал-то? Вот, как я знаю, устыжали, вот иудеи обратились к Христу, и еще держатся закона своего, и считают, что для полноты-то. Христианство хорошо, мы приняли его, но и старое не надо забывать, мы же богаче вроде бы как. И начинают унижать тех, кто вообще ничего не знал иудейского. А те приходят и говорят, а вы что, христиане из язычников, приходят и начинают говорить, да вы что творите-то? И Христос ничего этого не заповедовал, ну, мало ли чего не заповедовал, ну, в Ветхом Завете же написано, а куда ты денешь Ветхий Завет? А как ты объяснишь то-то и то-то? Да и тем более Христом был иудей, он пришел не нарушить закон, но исполнить. И вот начинался вот этот вопрос. Они друг на друга бочку катили тут. И вот апостол Павел их по местам разводит. Да, то есть, и тем говорит, что если ешь, не осуждай того, кто не ешь, а если не ешь, не осуждай того, кто ест. И потому что тот и другой благодарит Господа. А уже кто немощный в вере, но при этом пытается всех немощных в вере, а тут и речь идет об иудействующих, все-таки подтянуть к тому, что говорил Христос. Что никакого значения... Правомощно относить это к постам. Кто ест, не осуждай, кто не ест. Я не пощусь, а на христос не осуждай. Но неправомощно почему? Потому что пост это церковный договор. Церковь признала вместе, что все, ты православный, ты христианин, неважно, из изычников, не из изычников, признали, не есть все. А можно есть? Конечно, можно. Но мы-то все договорились, не есть. Вот с баптистами, когда общались на эту тему, он объясняет, а что у вас посты? Вот это нельзя есть, то ли дело у нас. Вот мы договорились все, вот не есть один, два дня, мы не едим вообще. Я говорю, так у нас по сути дела пост это такой же договор. Просто мы все договорились не есть вот эту пищу. И для нас это является постом. Все. Ну то есть... Из Писания теперь. Вот они говорят, вы только род пищи меняете. Но род пищи, замена его меню, это, скажем, замена меню, это является пользой для человека или нет? Или Богу безразлично? Замена меню тоже является сильно... Писанием докажи. Ну это надо Ветхий Завет, я уж подзабыл сейчас. Хорошо, в Раю даже уже пост был. Да. Пастить все от какого-то дерева. От дерева. Теперь, когда отроки были трое, они сказали, с царского стола мясной не будем есть. Пост, это пост, определенный род пищи. И Бог как их наградил за это. Да и опыт по... Это мясное разве было? Да, там мясо было. Там все со стола с царского. С царского. Да. И просто когда речь, разговариваем о посте, я говорю, попробуйте две трети в году попаститесь, хотя бы мясо не есть. И что из вас будет? Да ты будешь еле ноги волочить, уж не говоря о том, что там два-три дня не есть. Я говорю, а если ты еще два-три дня не поешь, так ты вообще герой веры будешь. Я говорю, когда ты последний раз постился? Я не помню, это лет десять уже назад было, наверное. Я среди баптистов жил и у них с капелью проповедовал. И скажу, постов практически нет. Бывает договариваются, договариваются там несколько человек. Исполняют они, и тот три дня, какие три дня там? На один день, на вечер, а хуже мусульман. Это разговор. У пятидесятников больше постятся. И тот и к отдельно. А чтобы все, как у православных, у нас все. Но у нас такая пища, что даже молостно, наверное, ум не придет. Такие можно ковришки настряпать. Из чего угодно. Фостная пища. У нас не пост, у нас замена пищи. Это не постом. Но так называется пост. Ну, нереально это, людей убедить в этом. Но мы должны научиться признавать, что у нас настоящего поста нет. Но нам не запрещено ни пить и не есть. Вот великий пост. Понедельник. Ни пить и не есть. Понедельник, вторник, среду один раз. Четвертый. И показано. Ни пить и не есть. Два раза только в неделю. Вот я знаю, в Искитиме жил. Я его лично не знал. Александр Иванович говорил. Дедушка один. Он работал. Очень тяжелая работа. Крюками бревна проплывающие в реке. И вытаскивать. Представь себе. Подтащить берегу. Потом распилить, расколоть, продавать. И на это жил. И питался только один раз в воскресенье просфорой. И следующий раз, в следующее воскресенье. За весь великий пост семь просфорок съез и все. И такая работа. Так что, откуда энергия была? Из космоса. Сегодня уже доказывают Тесле. Бог дает солнечную энергию. И на седьмой, на пасхальный день. Сам как крепыш, говорит, такой. Вот он не 500 килограмм весил, конечно. Какие в ГУЛАГе хорошо пригодились бы такие дедушки? Были такие, как и в Страте. Когда еврей там покупал, сколько христиан, чтобы распинать. А и в Страте монах. Все умерли на крестах. Он выкупил их пленных, чтобы дома распинать и наслаждаться, как они умирают. Он не умирает. Все умерли, он один на кресте висит. А висит, да еще и обличает этого еврея. И наконец он просто убил. Что деньги все пропали. Он хотел, чтобы еврейскую веру перешли. А сегодня евреи говорят, уберите это из жития. Это жития святых. Кто это может убрать? Попадали христиане и греки в плен. Их продавали. А евреев деньги есть. Они покупали христиан. Купил 250 человек. И дома во дворе всех казнит. Покупал для того, чтобы перевести свою веру или убить. А сегодня они недовольны. Ну, при чем тут я? Это жития святых, которые недавно патриархия переиздала. Патриарх Алексей II. И там никуда не дели эти слова. Их нельзя никуда деть. Это жития святой евстратий. Он крепкий монах был. Он привык поститься. Недели две, что ли, висел на кресте. А, обычно на кресте крешуру убирают все. Десятый стих. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что уничижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Толкование. Ты, не идущий, что осуждаешь брата своего идущего, как невоздержанного за то, что он ест? Он, брат, ты не должен уничижать собственный свой член. Разве ты дашь за него ответ? Он сам предстанет на суд и сам понесет наказание. Видишь ли, как, обращая речь к совершенному, наводит страх и на самого и у действующего, как имеющего, отдать отчет на страшном суде. У тебя, Сергей, когда ты считаешь, вопросы возникают у самого, и ты их озвучиваешь, и люди скажут, что я не видел, что тут непонятно. Чтобы задать вопрос, это надо очень хорошо вникнуть в текст. Вот осуждает и не осуждает. То есть это конфликтная ситуация. Но можно было и по-другому сделать. И сказать так. Вот в группах, которые живут, и священник один будет у тех, которые едят все подряд. А вот у этих священников будет такое, литургией будем служить два раза в воскресенье, как в Покровском соборе. А почему так, говорите? Ну нам предлагали это. Вы за русский язык, другие не давайте пополам. И Жалтухин говорит, я буду вести только для тех, которые на русском. А отец таким пусть и для тех, которые не на русском. И он, батюшка, не было, он начал по деревне бегать и всех записывать. Первым делом, Галя Глушкова, я буду так. Батюшка приехал, точка. Ничего этого не будет. То есть этого власти нет. Ой, он там бегал, ему видение было. Именно так надо сделать, пополам разбить, чтобы... Кого пополам, когда 20 человек? А ему разница никакой нет. А как сделать? Мы сразу алтарь этот разломаем, чтобы сюда престол вытащить. Батюшка говорит, запрети же архиерея сразу. Ну и пусть запрещают. О-о-о. То есть ему не надо ничего. Ему нужно было выполнить волю, которая ему кем-то запрограммирована была. Разделяя властвую. Когда ехали дорогой, а Евтихий ему говорит, вы сослужить-то мне будете, а вам нравится, нет? Что если я в это не верю там как-то? Евтихий говорит, вот как. Мне лицемеры не нужны. Больше служить не будешь. Вот и все. Он уже дальше уже плыл, не знаю куда. Священник, потерявкий был. Уехал и нигде теперь не ходит. А тут такой прием был оказан. Все. Батюшка ему доверил. Рубцов, туда поехал, здесь. Ну просто лучше некуда было. Ему не это надо было. Ну говорят, конфликт бывает, захват власти. А тут реально назрела вот такая обстановка. И кто там? Миша Никитин там, которые... Никакие люди-то. А остальные сказали, как это так? Ну а у вас как? Ну а у нас вот так. Как у отца Кирилла. У нас библейское все на русском языке считается. А другое на славянском учите. То есть вы примирили в одном теле всех. Вот так разумно. Я считаю, это самое разумное. Библия переведенная, синодом утвержденная. А перевод, который сейчас делает Укачеткова, он не утвержден синодом. И мы на это не пошли нигде. А если поется 102-й псалом, он же библейский, но он поется. Поэтому по-славянски. Вот мудрая политика. Мы никуда не свернули, нигде не перехватили лишнего. Своего не искали. И не стали ни делить. И в одном месте у нас и на русском, и не на русском. Двенадцатый стих. Остановились. Вопрос. Первая коринфянам 4-9. Так это откуда? Это мой. Оттуда никогда не брать. Мы не берем. Оттуда не брать. Это съедите на продажу, чтобы пальцами не задевать. На подарки. У меня сегодня особый день. Я вел занятия с детьми и подарил им к истинному православию. У кого дома нет, кто старше, они благодарны были, подходили. К истинному православию. Там о семье, о детях. Первая коринфянам 4-я глава 9-й стих. Цитата. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Потому что мы сделались позорищем для мира, запятая, для ангелов и человеков. Вопрос. Для мира понятно, что мы позорищем. Но почему для ангелов позорищем? Это, во-первых, в наших книгах отвечал. Этот вопрос отвечал мне один раз. Он отвечен у святых отцов. Занимайтесь. А теперь ответьте, кто это знает. Поднимите руку. Никто не читал. Но вопрос-то правильный. А скажите, ангелам в священном писании кто называется ангелом? Давай. Ну, дело в том, что там-то стоит ангел с большой буквы. Да, с большой буквы. Это автор написал. В оригинале там нет большой буквы. А, ну тогда, значит, ошибка в большой букве. Просто неправильно поставлена буква. Ну, ангелы кто такие ангелы? Епископы. Духовные вещества. Существа, которые находятся на небе. Второе. Подши ангелы. Демоны. Ангелы в церкви. И третье? Ангелы в церкви. Ангелы в церкви. Епископы. Епископы. И еще? Христос был назван ангелом. Ангелом был от Христос назван. Ангелом назван Христос. Где это назван? Ну, в Откровении. Откровение. Малахия. Третья глава, первый стих. Малахия, да. Пошлю перед тобой ангела. Ангелом называется Ангкреститель. Который приготовит путь и придет Ангел Завета. В одном стихе ангелом называется Анкреститель и Христос. И притом одинаково. Так речь идет для тех людей, которые живут даже свято, которые можно назвать, ну, монахи все называются, ангельский образ принимают, когда крестятся, подстригаются они. И для них вот такая наша жизнь, это позорище. Они поносят больше всего, мне больше всего ангелы поносят. Потому что я воюю против устройства монашеского, что не надо никуда идти, надо только знать себя, сидеть и молиться, и больше ничего нет. Значит, ангелами называются люди, ведущие правильный ангельский образ жизни. И для них мы сделали позорище. Вот я всегда, ну, говорю, когда кому-то не нравится. Ну, на твоей жизни, в твоей жизни было такое, что тебе ангелы поносили? Даже я ему объясню, он не может объяснить. Ну, а что меня, даже если это ангел, епископ, почему он меня будет поносить? А меня все поносят. У меня нет Библии стиха, который по мне не проехался. Почему он дорого, Слово Божие? Оно полностью. Вот я считаю вот такой стих. Ну, прочитали и пошли. А по мне он проехал десятки раз, вот этот стих. Поступали с вами люди. Хотите так поступать? Я в вопросах веры. Я хочу, чтобы они поступали со мной так же. Я о них говорю только правду. И чтобы они поступали со мной так же. Вот даже, ну, Александр, там вообще сказать нечего. То есть, что-то как демоническое в нем. Ой, а столько нашел у него хорошего. И вот я вижу, что попы менее правы иногда бывает, беседуя с ним. То есть, везде надо по Слову Божию, во свете Библии и открытым оком увидеть доброе и прославить Бога. Я вот когда рассуждаю о ком-то, мне православный не нравится. Я говорю, Арий во многом был прав. Арий, архиеретик. Ну да. Алеппы, саврянин, тем более. И я называю еретиков. И они были правы. Да, и история была правее нас. У меня в книгах это отречено. Они меня грызли, грызли и бросили. Вечно не догрызли. Я как православный называю Богородица. Но Бога нельзя родить. А он говорит, ее надо называть Христа родица. Она Христа родила. Ну, Бог раньше появился на земле. Или Богородица. Ну, я знал, что Бог вечный. Как она могла родить-то? И он это доказывает. Так он еретик, признан церковью. Я поэтому и говорю, что еретик и признан церковью еретиком. Но разум мой подсказывает. Он был правее этого собора. Вот и все. И у меня в книге это все написано. У меня есть голова и разум. И я понимаю, что он был прав. Бога нельзя родить. Это извечно по Божеству рождено несотворенное. А Богородица сотворенное. Тварь не может быть выше Творца. Это условно все. Так он Богочеловек. Это другое дело. Он Богочеловек. Но она Бога не родила. Сергей. Божество не может рождаться. Она один раз от вечности. Так же, как и Бог не умирал на кресте. Да, и Бог не умирал. Только человечество. Хотя он и Бога человек. Человек по плоти умирает. Но я исповеду, как положено православным. Второй вопрос. Был такой закон, что если судья осудил человека на смерть несправедливо, то он тоже наказывается смертью. Вопрос. Это как-то относится к распятию Христа? В общем, я не думал никогда, но да. Потому что они отвержены оказались. И этот закон несправедливо упал на них. Вот говорят, самый большой удар от коммунистов, большевиков претерпела православная церковь. А Невзоров говорит, а вы с какого времени берете историю-то? Не вы ли гнали там-то? Не вы ли гнали старобрядцев-то? И вот зарубежная русская церковь. И она как раз и говорит, вот у меня к истинному православию есть. Принесли пока. Не за то ли нас постигли наказание, все архиереи подписались, что мы гнали вас, но не мы, это наши отцы. Мы просим вас, старобрядцев, простите нас, снимите с нас этот гнет. Вот что нужно принести Московской Патриархии. Папа Римский такое покаяние принес за католиков, что войну предавали их перед евреями. Православная церковь никогда не приносит. Так гнали же евреев, что только не было. Без жидов, спасая Россию. Это русская наработка. И ни разу, нигде не принесли покаяние перед евреями. У меня как русский. Спасибо вам. Разрешите сюда. Вопрос. Значит, Игнать Тихонович, вот сейчас как бы уже частично вы мне ответили на вопрос, но я хочу его озвучить. Потому что вот в интернете очень много вопросов таких, связанных с католической церковью. Значит, конкретно называется дата, собор, когда католическая церковь была предана анафеме. Какой собор? Константинопольский. Ну, как? 1700 какого-то года. 1583 год. 1583 год. Ну, и что из этого? Ну, из этого, значит, она объявлена еретичеству. Не может один человек объявлять. Или даже два. Это только Вселенская церковь определяет. А там не было тех, не было тех, не было тех. Когда смотришь историю, они никакого права этого не имели. А сегодня вообще не дали, что ты еретик. Вот к ним теперь все вернулось. Их считают схизмой, еретиком. А вы считайте, еретичествующие, но не еретики. Людям даже никак. Да у нас такого хватает, будь здоров, сколько. Но мы православные. Православные, немощные, слабые. Мы надеемся на Божью милость. Поправить можно? Не как в 1582? В 1553 году Константинополь. В 1453 году Константинополь пал под ударами Османской империи. В 1572. Да. 1400. И власть, духовная власть, преемственность взяла Российская церковь на себя. Я вот беру цитату. Более того, чем в неделю торжества православия, текст, который был принят Святейшим Синодом в 1764 году, ясно провозглашает непринимающим благодати искупления, проповедуемое Евангелем, как единственное средство к оправданию нашего пред Богом, анафемы. То есть официально заявлено церковное осуждение тех, кто не принимает евангельского учения о том, что спастись можно только искупительным подвигом Господа Иисуса Христа. Несмотря на все это, к сожалению, в наше время среди некоторых православных людей укоренилось заблуждение о том, что будто бы можно спастись и в несозданной Господом церкви, и без крещения, без веры в Евангелие. Не важно, веришь ли ты... Ой, я не туда за... По счастям. Да. Вот с нами сидит, естественно, епископ, допустим, кардинал. Мы его спрашиваем, вы верите в искупительную жертву? Да, верим. И все, в чем обвиняют, они сказали, да у нас все это есть. Это ложное обвинение. Они верят в искупительную жертву Иисуса Христа, причащаются. Тело и крови Христова от народа, правда, это обладка дается такая смоченная. И тоже дается объяснение. Мы-то тоже не правы. Господь дал отдельно вино, отдельно хлеб, а у нас все вместе дается. Нам нельзя ничего сказать, потому что мы-то не правее их. А они сказали, предали, 1700 в каком году, а дать нам зачитать все нормально. Простите, я неправильно зачитала. На Константинопольском соборе в 1583 году, вызванном прозилитической деятельностью католических миссионеров среди православного населения, были приняты постановления о предании анафеме тех, кто не исповедует сердцем устами, что Святой Дух исходит только от Отца. Кто говорит, что Господь наш Иисус Христос на тайной вечере использовал пресный хлеб и так далее. По порядку. Значит, те, которые говорят, и же от Отца исходящие, они говорят от Отца и Сына. И кто говорит от Отца и Сына, тем анафема. Филимок и вот это. Так, 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 все, тут так это ясно написано. Ну давай. Вот мне объясните, пожалуйста. Не знали ли еще, а сейчас уверили, сейчас подписываемся. Я согласен. Значит, под анафемой сейчас у нас идет Григорий Низский, Святой наш, родной брат Василия Великого. И половина святых отцов, а может маленько даже больше, которые исповедовали с исхождения Духа и от Сына. О чем рассуждают, я не знаю даже. Это вообще не знать. И о чем ты судишь? Я всегда поворачиваю вопрос. А вы когда говорили, никогда не говорил, народ не раскрывал. Никогда за 50 лет. Почему? Да я не видел. Священное Писание Библии говорит, что исходит и так, и так. Почему? Я пойду и пошлю Духа Святого. Я пойду и пошлю. А в другом месте и умолю отца моего и пошлет. То есть на то и на другое есть определение в Священном Писании. А святые отцы пополам верили. Одни верили, что от сына, от отца, другие от отца и сына. Филёку. И кого мы будем проклинать, анафема? Ты вдумайся об этом. Да тебе это надо. Ты видел, ты знаешь. И вот такие рассуждения. Одна воля, две воли. Но я православно ей исповедую. Да. Одна, две. Теперь эти проповедуют одна воля у Григоря Армян. Я с ними встречаюсь. Они говорят, еще подобно. Мы две. Я говорю, а как же Гаврииле? Я не знаю, откуда это все заблуждение идет. Я с ним беседую, с их священником. Они от апостольских времен. Они в 4 веке приняли, а мы в 10. И начинаем учить. Еще под носом не пересохло, а мы судим их. Кого судить-то? Они исповедуют. Они имеют рукоположение от апостольских времен. Исповедуют Святую Троицу. Мы просто ищем врагов. Не так слово познаем, не в том месте. Нам это надо? Для меня это не существует. А что еретичествующее? Это везде. Еле вторгается там, где даже не заметишь, она войдет. Именно этот вопрос очень сложный. И туда, правда, действительно лучше не лезть. Потому что когда историю разделения Запада и Востока читаешь, там вообще разговор шел не о Филиокве, вот об этом. Там речь была о власти, кто будет главным епископом. Только на эту тему в основном разговоре. Вот о другом. И был повод. И вот это Филиокве, это был лишь повод. Это был повод, но не причина. А действительно, до этого времени, когда вот была ересь Ария, когда Сына Божий не признавали за Бога, и вот святые отцы, чтобы, как говорится, они говорят, не докланился или перекланился. Так у некоторых перекланялись и даже и отцы наставили. И никто не считал вот этого каким-то особым грехом. Ну, просто вот так, не считалось. Вот уже был сказал Игнать Игнатьевич, это Григорий Низкий. Вот, на этой позиции стоял. Вот и все. Перечисляйте половину. Поэтому не надо католиков за это конкретно судить. А то, что у них есть теоретические мнения, это факт. Но опять же, надо смотреть. При переходе из католиков, я вот читал толкование на правило 47-е апостольское, это вот, значит, епископ Никодим Милош, он там описывается, что в сущем сане переходит, не надо ничего. Вот как был епископ, и таким же епископом переходит от католиков. Единственное, ему надо отказаться от тех ересей, в которых он пребывал, но это уже другое дело. То есть, тут очень тонкая материя, и вот вообще, говорит, это безблагодатная весь, это у нас Волков слава, вот это вообще мы с ним долго бы тут диспут вели, я там уже Блаженного Агустина, и все, сейчас я просто не готов. Поэтому на благодатности вообще бойтесь играть. Это я не меня, дорогой? Нет, вот эти книжонки, вот эти книжки, простите, очень надо всегда детально просматривать, кто автор, какие исторические факты, просто вот буквально по страницам, по стенам развесить эти, и каждую страничку пометить, что откуда взято, иначе просто запутать. Есть остальные источники? Даниил Сысоев, считал благодатными старообрядства Белоконнической эресии? Ой, честно говоря, не знаю. Ну я знаю, что он там... Посмотри, что я тебе сбоку подсказываю. Считал. Считал? Не знаю. Я думаю, что нет. А православная вся церковь, в которой находиться, признает. Это частное мнение. Да. Так он и ПЦЗ считал безблагодатной вообще. А когда соединились, это... Ну как соединились, это... Ах, в Канническом признании. В сущем сами все и митрополит, и никого ни отречения, ни отраскола. То есть злоба все может говорить и делать. Всех приняли сейчас, и мы сейчас придем, у нас ничего не надо делать. Они не крещеные, они моченые. Мы к ним имеем претензии. У католиков я одно только не признаю. Не признаю, и думаю, никогда не признаю. Это главенство Папы над всем миром. Его никто не ставил. Апостолы были все вместе. И никто Петра не считал старшим, и не Павла. Они все были вместе братьями. А здесь не так. Дошли до того, что у нас есть там папство. Что реально воплощенный Христос, это только в чаши и в папе. Куда это вообще? 1866-й булла. Собора 1866-го булла. Папы Пьевятый что ли там. Они вот, это как раз и на этом было разделение старо-католиков и много-католиков. Вот когда признали эту буллу о том, что Папа это чуть ли не Христос на земле и все. Тогда уже даже католики скажут, вы куда пошли-то, ребята? Мы так не договорились. Папа безгрешный, то есть непогрешимый в вопросах веры. Не просто. Да, непогрешимый в вопросах веры. Значит, он грешит целый день, но теперь взял считать, толкует, тут уже он непогрешимый. Зачем это надо было им? Не понятно. И апостол Петр говорит, у Павла есть что-то неудобо-разумительное, что неутвержденная вера превращает в собственную свою погибель, как и прочее. Я еще раз сказал, если Папа примет, я поклонюсь, поцелую руку. Туфлю надо целовать мне. А у что, что? Горбачок у него был. Горбачок был у него. Непогрешимая греховность. Туфлю будете целовать? И руку поцелую ему. А туфлю? Да нет, нету нигде сейчас. Нету, сейчас туфли не целуют, нету. Отцеловали после Мартина Лютера. Ну а так уже дальше пошло, сказали бы. Ну вот если бы сейчас сказали, что туфлю Папой поцеловать, мне даже нужно никакой нету. Потому что я вижу Христа. Христос не стыдился умывать ноги грешникам. А кто я такой? Человек на это избран, от всей церкови. Такой порядок. Ян Затауст говорит, для того мы целуем колени священникам. То есть во времена Затауста целовали колени. И ничего нету. Ну маленькой пониже на 40 сантиметров, ничего не убудет. Ну а сейчас руку целуем священнику. И ничего такого тоже не вижу. Баптисты когда говорят, я говорю, да вот бритый человек, я даже считаю это не лицо, а рожа. И бритую рожу вашу я целовать не буду. А священник бородатый поцелую. Хоть и кузатый. Вот этот был на Каменецке. Как он выглядит прекрасно? Говорят, убрали его. Да ты что? Камера, да, я удивился. Это еврейский этот был здесь. Равин. Рыжая борода. Я говорю, как хашчак? Сейчас вдовствующая у них синагога. Без равина. Ну он роль священника не выполнял. Они говорят, у нас это как культурный центр. Он не жертвы, ничего не приносит. Сейчас скажу. Так они баранью косточку на Пасху только держат. Баранью косточку. Всего. Напоминание. В храме впервые принесут жертву. Но мы знаем, что там будет сидеть кто. Ой-ой-ой. Давай, Светлана, Библия. Валентина, вопрос. Вот Пасха совершается у католиков на опресноках. Как? На опресноках у них литургия. У католиков. Считается, что неправильно. Не правильно? Нет, я считаю правильно. Правильно? Ну все. А все? На опресноках у католиков. Это правильно. Католики как раз правее нас. Тут про это не надо говорить. А Настя говорит, что правильно. У нас неправильно. Христос совершал, написано, были дни опресноков. Что тут выдумать? Первая литургия. Не было никакой литургии. Это уже представили. А написано было, что вечере. И во время вечера, когда дьявол вложил. А литургия это все слова, которые приняли потом. Ну хорошее слово. Хорошее. А как переводится? Знаешь литургия? Общее дело. А ну коза ностра. Наше дело. Вот такие разницы. Литургия еще переводится как строительство корабля греческое. Это очень большое дело. Общее. Оно употреблялось, это разрешение, при строительстве кораблей. Но это такие тонкости нам не нужны. Но не было это в том виде, как у нас литургия. Взял, преломил, отдал. Пейте, пейте, ешьте. Время. Игорь Техничевич, давайте. Сережа, ты до конца доводи должен сказать, кто будет молиться. Или сам доводи. Как на полпути бросил, сел и уехал. Ты же не на машине. Меня тут никто не будет тебе. Игорь Тихонич, молитесь. Благодарю, брат. Боже милостивый, будь не грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Царю Небесный, утешителю души истинной, иже везде, Сын, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись овны и очистены от всяких скверных. Спаси блажь и души наши, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и ссори немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже и Сын на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагом, и во Твое есть царство, сила и слава во веки, аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле и мир в человеках благоволения, Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарю за день, когда даровал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за день, когда дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. И в смертный час не покинь, когда душа будет разлучаться от тела. Но проведи душу мою по мытарствам, веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нажить ей в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и не страшить все начальствующих царей, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать святителю Христов Никола. Мир Ликийский чудотворец, образ кротости, воздержание, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Святые пророки Илья и Лисей, и все святые пророки, молите Бога о нас. Исполни духом пророческим церковь Твою, дабы день пришествия Твоего и нашего отхода с земли не застав нас неготовыми, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками и сосудами, полными Илье добрых дел, соделанной в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Святые ангелы, архангелы, херувимы и сарафимы, все небесные силы, к престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, евангелисты, молите Бога о нас. Святые мученики и мученицы, молите Бога о нас, дабы никто не принял начертания зверя. Даруй детям веру, Господи, чтобы не были небеспечными. Василий Великий, Григорий Богослов и Ангелатолу, все святые отцы, молите Бога о нас, святые жены и девы, молите Бога о нас. Услыши нашу молитву и прими ее и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное пред престолом благодати. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. И пошли на все необходимое для издания книг и для этого путешествия с миссионерской целью. Аллилуйя, замосты ретиков, ничто преврати и разрушь, и на врагов пролей милость и примири их с нами. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Да, с миром. Спасибо, Христос.